Приветствую вас! Мой ответ будет состоять из двух частей. Во-первых, это будет часть, касающаяся ответа на ваш вопрос, и вторая часть будет касаться собственного мнения как психолога со стороны на всю вашу ситуацию в целом. Значит, мужчине своему вы можете сказать, что подобное поведение является неуважением вашего личного пространства, нарушением ваших личных границ. Если он не перестанет задавать вам такие вопросы, вы подумаете о том, что данная информация, данные сведения для него дороже, чем вы, и, соответственно, вы решите для себя, что вы ему не нужны, а нужна именно вот эта информация. Соответственно, он ценит информацию больше, чем вас, и это позволяет вам думать, что отношения с ним не имеют перспективы для вас. По сути дела, если вы общаетесь в мужчине, то именно так вам нужно ему сказать. Вряд ли есть другие способы, но разве что, кроме обнаружения, собственно, такой информации, то есть отверкаливания, то есть, по сути дела, постановка мужчины на ваших местах. Ну да, опять же, зависит от ваших возможностей, то есть, есть эти возможности или нет. Если нет возможности, то, соответственно, поступает только так. Вряд ли у вас есть еще какой-то способ, к сожалению. Поэтому ответ на ваш вопрос, я думаю, можно закончить, и далее я выскажу свое мнение относительно данной ситуации. Ну, во-первых, если вы, значит, молодым человеком встречаетесь, о, с позиции морального, он имеет право знать, сколько вам лет. В этом нет ничего страшного. То есть, с его стороны, в этом нет ничего парадоксального, ничего необычного. Человек хочет быть поближе, человек считает, что вы что-то от него скрываете, и, соответственно, это вызывает любопытство. Мало ли что, вдруг вы что-то страшно скрываете. То есть, чем активнее вы скрываете, тем больше интерес для мужчины это представляет, тем более для мужчин, который хочет всегда добиться своего, добиться того, что он желает, и так далее. Далее. То, что вы скрываете свой возраст, а также какие-то вещи, о которых вы говорите, вот вы пишете в своем наполнении, что есть вещи, которые мужчины лучше не знают. Так вот. Это говорит о том, что вы эти вещи не принимаете сами в себе. И не принимаете их сами в себе. Вы, считая это чем-то постыдным, чем-то неприятным, чем-то неестественным, считаете, что эти вещи также будут восприняты и вашим молодым человеком. И это большая проблема. Потому что это проблема, в первую очередь, в доверии. Вы не доверяете своему молодому человеку, молодым человек чувствует, что вы не доверяете ему, и он поэтому не доверяет вам. Так какие отношения вы хотите стоить? На анонимности и на незнание чего-то о своем партнере, о своем самом близком человеке? Или все-таки о надоверии? Вот об этом и говорил мой коллега. И если отвечать на ваш вопрос, который вы задаете, наше право любовников, то да. Да. Это правда тоже говорить, если вы хотите, чтобы вы все друг о друге знали. Потому что жизнь до вас, она была у мужчины. И у вас до него жизнь тоже была. И это нормально, когда люди рассказывают о том, что у них было до встречи друг с другом. А вот если кто-то реагирует на это негативно, это означает, что у человека есть неуверенность в себе и какие-то страхи. Понимаете? Все дело. И соответственно, здесь я вынужден констатировать ваш не совсем правильный подход к тому, как выстраиваются отношения. Если вы хотите выстраивать отношения здоровые и равноправные, то я рекомендую вам сперва вместе с психологом проработать то, почему вы не принимаете свой возраст, почему вы не принимаете какие-то вещи, какие-то сведения относительно своей жизни. Примите их, перестанете стыдиться, перестанете бояться, что мужчина об этом узнает. Кстати говоря, почему вы боитесь, что он об этом узнает? Ну, узнает он и что дальше. Если не примет, значит, вас, если не любил никогда или относится к вам недостаточно, если их примет, значит, это действительно ваш человек. И не являетесь ли вы элизией в некоторой степени для него, когда вы так себя ведете. То есть вам, первое, с психологом нужно проработать на эти моменты, а после уже решать на себя, примет ли ваш молодой человек вас полностью или нет. И если полностью он вас, по вашему мнению, не примет, то стоит ли вообще с таким человеком быть? На эти вопросы я предлагаю ответить вам самой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вы напишете дополнение, то, пожалуйста, дайте мне знать об этом в личку, чтобы я его прочитал и, может быть, ответил. Потому что, когда вы делаете дополнение, то очень мало экспертов их читают. Потому что не приходит уведомление о том, что клиент написал дополнение. Желаю вам всего доброго и удачи.